Доброе утро! Согласитесь, все мы в детстве ссорились даже с закадычными друзьями. Сначала из-за игрушек, потом, особенно это касается мальчишек, могли даже из-за какого-нибудь пустяка. Подраться? Да. Но должны ли на самом деле взрослые вмешиваться в детские конфликты? И как это грамотно сделать? Будем разбираться этим утром с нашим экспертом. У нас в студии детский психолог Галина Швец. Галина, доброе утро! Доброе утро! Конфликты детей. Надо ли вмешиваться родителям? Ведь все мы проходили через них. Может, действительно расслабиться нам всем? Конфликты – это неизбежная часть отношений. И то, что они возникают абсолютно нормально. Да это не я! Это все он виноват! Малыш виноват! Это правда! Причины могут быть самые разные. Это может быть за игрушек, за лидерство, за признание и даже за внимание родителей. И сейчас, как родители поступают, они ищут виноватых и чаще всего одного ребенка наказывают. Мы злимся на тебя! Точно! Мы злимся на тебя! Злитесь? Сейчас же встань в угол! Домашний арест! Да! А другого ребенка защищают. То есть, как им кажется, они делают все по справедливости. Душат правосудие в семье. Да, все верно. Но на самом деле это неправильно, потому что они не до конца разбираются в ситуации, что происходит, и не до конца понимают даже мотивы тех детей, почему они так поступили. А если очевидно, что один ударил, а второй страдает, что нельзя тогда встать? Тогда же другому ребенку кажется, ну что за несправедливость? Я жертвовавшей в этой ситуации, что меня не могут защитить? Нужно разбираться в этой ситуации и разбираться таким образом, чтобы дети на будущее понимали, как им находить решение в данных ситуациях и, как говорится, научиться сотрудничать. Каким образом? То есть, сначала очень важно выслушать одного ребенка. Конечно, это более временно затратно. Выслушать одного ребенка, что произошло. Потом далее выслушать второго ребенка, что произошло. И далее мы предлагаем детям самостоятельно решить конфликтную ситуацию. То есть, говорим, договаривайтесь, что вы будете в этой ситуации делать дальше. И дети договариваются, но там мы можем даже предложить варианты. Даете лист бумаги и идете в другую комнату и пишете соглашение. И очень часто дети такие варианты придумывают, что родители до этого даже не додумались. Это очень мило. Но когда конфликты там в песочнице, можно поговорить с одним, вторым или там дома два ребенка, все, конечно, легче. Когда начинаются конфликты в школе, вот тут что делать? Потому что здесь как бы не хочется действительно совсем уж так ярко вмешиваться, приходить и говорить с сыном вот таким мальчиком. А учителя, кстати, зачастую могут занимать чью-то сторону, и тут совсем себя беззащитно чувствуешь. Знаете, как бы именно в том это дело, что когда учитель там, или, например, родители начинают занимать одну из сторон, да, то есть начинают там, говорится, проводить там правосудие, именно это ведет к тому, что дети самостоятельно не будут разрешать конфликты. Чуть-чуть какая-то проблема, они будут уйти к учителю, например, там к родителям. По сути, как бы отчасти это хорошо, что они раскрываются, делятся, говорится, что вот происходит, но важно для каждого ребенка доносить то, что важно самостоятельно решать конфликтные ситуации. Если самостоятельно не могут, то родители, да, там взрослые, как вот мы с вами говорим, спрашиваем, что вы будете делать, да, как вы будете эту ситуацию решать. Пучим справляться с конфликтами. Да, да, то есть доносим, что давайте сами, давайте сами. Конечно, не всегда это получается, и особенно, если, например, в школе ситуация необычной ссоры, потому что ссоры обычные, это одномоментно, а есть буллинг. Это уже, когда такая ситуация, ребенок самостоятельно справится ни в коем случае не может, потому что это целенаправленно, это повторяющие действия негативного плана, то есть это может быть как психологическое насилие, может быть физическое насилие, материальное, то здесь однозначно нужно привлекать взрослых. То есть ребенок самостоятельно справиться никак не может. А вот как разобраться, когда нужно привлекать взрослых, а когда не нужно? Потому что, ну честно, дети склонны обманывать, и зачастую там кто-то может приукрасить что-то, сказать, ой, да он постоянно меня обижает, а наоборот, когда там действительно кто-то обижает, и не договаривать может, в общем-то там не разобраться, где правда, где ложь, и где на самом деле опасность. Ну здесь нужно подключать и других родителей, и с одним ребенком разговаривать, с другим, и то есть находить точки соприкосновения, пытаться разобраться в ситуации, как действительно, да, что происходило. Конфликтов мы не можем избежать? Есть ли какая-то польза? Либо это то, что вот мы должны научиться сглаживать и все? Польза есть от конфликтов. И, конечно, она неочевидная, но дети учатся общаться с друг другом, они учатся находить компромиссы, они учатся сотрудничать. И также ребенок понимает то, что у другого тоже есть чувства, есть какие-то интересы, и также, конечно, развивает речь. Очень важно ребенка учить себя защищать. И варианты могут быть самые разные. Чаще всего родители говорят, там, давай сдачи, но ситуации бывают самые разные. И иногда, говорится, если перед ребенком стоит другой ребенок, который, говорится, в два раза его больше, то однозначно, как бы давать сдачу не нужно, потому что сам потом, тот же, говорится, ребенок может пострадать. Варианты защиты – это, например, пытаться словами там донести, что так нельзя, что само так нельзя, то есть, ну, устанавливать правила, что это непозволительно. Дальше даже варианты обращаться к учителю или там к родителю, это тоже считается то, что ребенок себя защищает. Иногда в некоторых ситуациях стоит просто уйти в другую комнату или просто уйти от конфликта. Ну и как вариант, да, дети, когда действуют, как говорится, инстинктивно, могут ударить или могут, как говорится, обозвать какими-то словами. Но это как бы есть, мы как бы учим детей, что есть другие варианты, но такое бывает. В общем, все в жизни бывает, самое главное – уметь договариваться, ведь это же потом и в жизни взрослой пригодится, а не только там в конфликтах между учениками в классе. Да, все равно именно через вот эти детские ситуации мы учимся жизни, что называется. Вот Галина так с позитивом об этом во всем рассказывает, у меня просто проплывают все эти ситуации с детства. Думаю, как хорошо, что все это позади. Галина, спасибо большое, что рассказали нам о том, как справляться с детскими конфликтами. Мы напомним, что этим утром у нас в студии был одесский психолог Галина Швец. Хорошего дня. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Галина Швец. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...